Добро пожаловать! Мира и добра, уважаемые слушатели Народного Славянского Радио! Я Елена Андреева, моя соведущая сегодня Екатерина Нагаева, молодая женщина, жена, мама четверых детей, интересный человек, ну и просто обычная женщина, которая раскрыла свои обычные способности, может быть, чуть раньше других. Кать, приветствуем тебя! Ну и в начале нашей беседы расскажи, пожалуйста, немного о себе. Да, здравствуйте, Елена, дорогие радиослушатели! Меня зовут Екатерина, мне 30 лет, я просто женщина, у меня прекрасный муж Михаил, я мама четверых детей, четверых малышей, ну и очень стремящийся человек. Вот, Кать, 30 лет и четверо детей. Скажи, пожалуйста, откуда это пошло, такое желание? Да, все всегда смеются. Первый вопрос, который задают, а во сколько ты начала рожать? Я всегда отвечаю, что, как принято, у славян, у белых, 21 год, я родила первого сына, первенца. Ну, конечно, неожиданно на тот момент, я училась в военном институте, на факультете разведки, и, конечно же, у нас не было заучного обучения, и мне нужно было вообще ходить в институт. Поэтому это время у нас такое интересное, когда там то муж сидел с ребенком, то я сидела, то он подъезжал к институту, давал мне его кормить. Вот, но тем не менее, а еще эта боль, тем не менее, вот мы его вскормили оба. И еще интересные моменты были с начальством, потому что я подписывала бумагу, где я не имею права выходить замуж и рожать детей. Даже так? Да, ну, я училась на факультете разведки. А как родители отнеслись к этому? Ой, родители вообще, когда я там родила первого ребенка, меня выгнали из дома, но мне особо там даже... Было все равно, потому что жила я уже с мужем второго, когда я забеременела вторым, моя мама задавала вопросы, зачем, когда я родила третьего. Мама уже просто сжав губы молчала, когда я родила четвертого, она материлась. Я говорю, это к тому, что вот я выросла в такой семье, где, в общем-то, нет вот этой вот родовой поруки, что и родовых вот этих вот корней, где вот всем миром, всем родом воспитывают детей. А сколько детей у вас было в семье? У нас было двое. У меня старший сын. Меня не хотели особо. Понятно, отсюда желание давать жизнь своим детям, наверное, где-то, да? Ну, не сразу. Вот я же там карьеристка была, я вот говорю, еще раз повторюсь, на факультете разведки, у меня такая романтика там вообще, я там, ужас. Сейчас вспоминаю это время и думаю, конечно, военный путь немного не женский. Вернее, совсем не женский, я бы так сказала. Ну, вот после рождения первенца, вот как вот он перевернул мою жизнь, вот испытав эту радость материнства, я поняла, что я, наверное, буду рожать и рожать. Да, все-таки тему, которую мы с тобой решили развивать, это осознанная беременность и роды, да, а тема нашей сегодняшней программы, почему не приходят дети. И вот, пожалуйста, расскажи, чем ты занимаешься сейчас и откуда вот именно вот такая тема? Ну, это на самом деле такой долгий разговор, тянется еще с детства. Еще в детстве открылись у меня какие-то способности, я видела наперед происходящие события. Я сначала этому удивлялась, потом я как-то в шутку мне было, что ли, а затем перестала обращать на это внимание, ну, просто сон и сон. То есть социум не принимал каких-то... А я даже не говорила никому, даже абсолютно не говорила, что я... Как естественно, само собой разумеющееся, что ты принимала. Ну, с подросткового возраста это все перестало быть, иметь место. И вот уже после рождения первенца, который наш ледокол по новым знаниям, вот так нас направлял сын и направляет до сих пор, мы с Мишей, с мужем начали активный духовный путь по различным школам, практикам, духовным течениям. И в конце концов, все-таки уперлись в универсальную белую картину мира. Ну, славянскую, можно сказать. То есть знания, базовые знания, получается, все-таки со славянской картиной мира были взяты, да? В теперешних наработках. Ну, да, да. А как они могут быть взяты из другой картины мира? Потому что все основано на этом, на этих белых знаниях. На белых знаниях. Да, и вот когда мы пришли к этому, продолжим. Когда мы пришли к этой картине мира с мужем, уже второй ребенок рождался, третий. И вот с рождением четвертой дочки Иринки я поняла, что уже я хочу заниматься осознанной беременностью и родами. Потому что это тема, которую я сама прошла, которую сама прожила. Я старалась каждый раз все осознанно и осознанно не родить. И четвертые роды, рождение нашей дочки Ирины, они, конечно, стали фантастическими в плане осознаний, проработок, подключения к роду, к родовому каналу. И тогда вот родился после рождения Иринки наш проект с мужем. Ну, он мой, авторский. Но, тем не менее, муж активно помогает. Потому что ничто мы не сделаем в осознанной беременности и родах. Без своего мужчины. Без мужчины, без роли. Вообще сейчас роль мужчины, роль мужчины в беременности и родах, она утеряна. Утеряна. Сейчас очень мало. Так вот, смотри, получается, все шло к тому, что беременность, роды, свои дети, четверо детей еще, дай бог, будут. Так откуда же именно эта тема? Почему не приходят дети? Откуда это взялось? Да, сейчас поясню. Ну, родился проект про осознанную беременность и рода, который назывался и называется «Здравствуй, человек». В чем заключается вообще проект? Около меня, так сказать, собрались девушки, такие же мамочки, у которых по четверо, трое детей. И мы, у которых тоже очень все хорошо с видением, не врожденно, но развили. Я считаю, что вообще любой человек может развить свое видение. Абсолютно любое. Это способность, которая дана каждому человеку. Ну, есть, конечно, там от природы талантливые какие-то люди, про них мы все знаем, но тем не менее, вот те девочки, которые не видели, увидели. Те девочки, которые не чувствовали, начали чувствовать. Мы идем через чувственное восприятие мира, прежде всего, к видению. Вот. И мы начали эти темы, можно сказать, бурить. Настроили себе планчик, что сначала там мы рассматриваем менструации, потому что, что это вообще роль и место, божественный замысел менструации, потому что без них никто пока что не рожает. Значит, у них такой отведен... Божественный замысел. Да, им отведен такой божественный замысел. Очень интересная тема, очень интересная. Когда мы к СНИ подступились, вообще интересно вам скажу, что до заката, до наступления галактической ночи месячных не было у женщин. То есть эта функция была введена Творцом только после наступления ночи, потому что женщины начали отступать от своей женской сущности, и Творец ввел им вот такую проработку, когда идет там активное подключение к женским потокам, чтобы женщины вспоминали себя. То есть это особая задача получается, да, на этот цикл. Это очень интересно, мы так прямо и не расскажем. Ну и получается, что вот тема осознанная беременность и роды, она очень многослойная и поэтапная. Да, мы начали, мы начали, вот говорю, с менструации, потом мы подступились к осознанному, к подготовке к зачатию, дальше к осознанному зачатию, дальше, ну вот так разбили блоками, дальше беременность, родовина должна быть, дальше там повивание, там это, и там груно-оскальное, и так далее, и там подобное. Но как только открылся проект в соцсетях, нас просто завалили женщины, которые там бесплодные, которые имеют какие-то диагнозы, которые не имеют никаких диагнозов, но почему-то не рожают. Вот, и просто реально отвлекали нас, реально отвлекали от проекта, от того, что мы шли по заданной схеме. И было принято решение начинать с этой темы. То есть, брать, отступить пока, как приходят дети, как это начинается, и посвятить отдельную тему работкам. Почему они не приходят к определенным родителям, мамочкам и папочкам, да? Да, мы имеем сейчас это как проблему, вот, внешне это выглядит как проблема у нас в настоящем мире. Ну, конечно, есть реальные диагнозы, есть удаленные женские органы, есть еще что-то. Поэтому это очень актуально, да. Да, и мы просто направили свой вектор на изучение этой темы. И она оказалась, как ни странно, базовой. То есть, она вытекала, чтобы вообще разобрать, почему не приходят дети. Нам нужно было изучить тему, а как они вообще приходят, да почему они приходят. То есть, начать вообще с картинки мира и с пути души от Творца, как зарождается душа у Творца и идет к нам. Ну, вот давай мы с тобой сейчас тоже, вот отсюда же и начнем. Вот откуда по твоим наработкам приходят дети? Ну, поясню, что это не только мои наработки, а, конечно, мы работаем в сотворчестве, с девочками в проекте. Вот. И смотрим мы все вместе. Откуда они приходят? Как это вообще начинается? С чего зарождается? Я сейчас попробую рассказать картинку, которую вот я сама видела на тонком плане, которую мы... Я помечу, что это очень упрощенная картинка, очень такая приближенная, приближенная. И еще раз помечу, это наше видение. Ну, конечно. К сожалению, еще не у всех открыты какие-то определенные способности видения, хотя дано, как мы знаем, это всем. Поэтому вот то, что вы наработали, не скажите. Увидеть мы сейчас тоже не сможем, но услышать, может быть, это будет многим интересно. У Творца все просто. Творец, образно буду рассказывать, он очень любит этот мир, и он сам учится. И вот, когда мы говорим, и в Библии написаны везде, что такое по образу и подобию Творца. Что такое по образу и подобию Творца? А на самом деле Творец состоит из мужского и женского. В нем, как вот, мелкие частички, они еще называются, по-моему, энергоны, каждый энергончик состоит из мужской энергии, женской энергии. Ну, вот, опять же, образно помечу. Когда он решает родить душу какую-то, решает произвести ее, я не знаю, как сейчас сказать. Выпустить в мир. Выпустить в мир, да. Он берет одну руку, накладывает на другую руку. Ну, образно, да? Образно, абсолютно образно. В одной ручке у него больше женских энергий, в другой ручке больше мужских энергий. Он вот так накладывает, потом раскрывает ладошки, на ладошках появляется матрица души, образ новой души, которой еще совершенно нет на этой планете, которая эксклюзивная, которая уникальная. уникальная. И он вот так открыл, обрадовался, удивился своему творению. И отпустил. И отпустил, думал с ладошек, придал ускорение, и полетела, полетела душенька на свою звездочку. А на своей звездочке тоже такой нет. Ее все ждали здесь, и все очень готовились к ее приходу. Ее встречает мужской бог, женский богиня. Мужская энергия, женская богиня. И начинает знакомиться со звездочкой, с жизнью на этой звездочке. И начинает ее водить. И рассказывает, что все есть любовь. Все подчиняется божественному закону развития. И что на звездочке тоже можно пройти определенное обучение. Так сказать, чтобы пойти дальше. Катя, это получается немножко другой уровень. То есть, уровень творца. А теперь это будет звездный уровень. Звездный уровень. Теперь, да, звездный уровень. И вот одной из задач, одним из экзаменов, которые сдают душа на своей звездочке, это встретить папу и маму. То есть, душинка... То есть, еще задолго до рождения. Задолго до рождения душинка с помощью языка жизненных обстоятельств помогает встретиться папе и маме. Причем она выбирает сначала папу, а потом выбирает маму под задачу рода этого папы. То есть, скажу дальше, после того, как душа прошла вот это и встретила маму и папу, можно так сказать, она ждет. Она встретить-то может и подвести языком жизненных обстоятельств папу и маму друг к другу. Но у человека, у каждого людей есть свобода выбора. И только сам человек решает открыть ему сердце. Нет, открыть сердце, полюбить человека, полюбить женщину или мужчину. Да. Только сам человек решает. То сами люди здесь, на планете Земля, открывают свои сердца. То есть, получается, смотри, Катя, получается, что если я создам пару именно, вот есть Лена, есть там Саша, да, создаем пару Саши, приходит одна душа, создаем пару там с Витей, приходит совершенно другая душа, да? Нет, это уровень родов. Сейчас поясню. А, то есть, это будет уже дальше рассказываться на этот ответ на этот вопрос. То есть, когда они, душа встретила своих папу и маму, она дальше спускается в рот папы. От звёзд, образно, опять же, от звёзд спускаются такие горки, рода. И вот этот круг звёздных чертогов крутится, и потом душа выбирает себе горку вот конкретного отца. И она спускается в эту горку, готовится спуститься в эту горку. Когда пара всё открыла сердца, то она вылетает. Вылетает она на зелёный свет. На зелёный свет. То есть, сердца открыли, зелёная чакра загорелась, всё, зачёт. Душа полетела. Полетела. И теперь естественное желание родителей этого ребёнка родить, да? Вообще да, естественно. То есть, они его уже зачили на зелёный свет. Зачатие происходит, да? Теперь нужно выносить и дать ему жизнь. Получается так. Ну, вообще красиво, да? Очень, очень красиво. Я хотела сказать, уважаемые слушатели, хотите верьте, хотите нет, но это проверено опытом и проверено информацией и знаниями предков наших. То есть, очень откликаются. Ну, конечно, наше знание зачастую то, что на тонком плане происходят вот эти энергетические поля, миры, оно не может иначе быть, чем вот написано там в славянских ведах и в каких-то первоисточниках. Всё перекликается. Это божественные законы, божественные правила. Не закон, а коны божественные. Вот. Ну, вернёмся к нашей теме. Очень красиво, Кать. Благодарю тебя. Я думаю, что те образы, которые ты создала, они нашим слушателям передадутся обязательно. Но тема наша всё-таки остаётся связанная и с бесплодием, и с различными диагнозами. Вот. Есть ведь, это существует. И дети, получается, не все могут пройти вот этот этап и перейти на физический план. Вы знаете, чтобы рассматривать эту тему, нужно начинать с уровня Творца. Вот у нас есть уровень Творца. Что там думает, грубо скажем, что думает Творец по поводу бесплодия. Дальше есть уровень звёзд. Что происходит там на уровне звёзд, если не приходит? Что за заминки, так сказать? Дальше следующий уровень родов. Что происходит на этом уровне? И следующее это уже явный мир, можно сказать, карму, которую мы сами здесь наработали. Вот если начинать с уровня Творца, то у Творца всё просто. Совершенно просто, как раз два-три в три слова, в два слова умещается. Бесплодия нет. Это божественный кон. Бесплодия нет просто априори. каждому папе и маме уже там стоит очередь. Ну, хотя бы один ребёнок точно стоит. Абсолютно каждый парень. Получается, что все диагнозы и все проблемы человек создаёт себе сам. Ну, вот с некоторыми диагнозами сложно поспорить, да? Конечно. с некоторыми диагнозами совершенно не поспоришь. Они есть и никуда от них не деться. И они мешают. Реально мешают. И когда задаёшь вопрос в пространстве на тонком плане, так как же? Ведь есть же диагноз. Ответ тоже очень простой, совершенно. Нет своих, берите чужих, и они станут вашими. То есть институт приёмного родительства, это вообще уровень творца. Раньше наши предки говорили «Сирота в дом, счастье в дом». Поэтому взять ребёнка там из дома малютки, либо из приёмного дома, да? все боятся. Конечно, нет, не хочу чужое, мало ли там какие гены могут быть, мало ли какая может быть наследственность, то есть не хочу избрать. Но тем не менее это эгоизм. Любого, любыми путями, но своего. Там можно там ЭКО, можно 150 раз ЭКО, можно стараться там, напрягаться, но любыми в конце концов люди заводят собачку, ещё собачку, но ребёнка так и не берут. Вот у меня в доме живёт две пары, которые там сменяют собачку, причём оплакивают её как ребёнка, она же там, ну, живёт недолго. Это наш эгоизм на планете, наш людской человеческий эгоизм, а на самом деле всё очень интересно. Говорят гены, говорят там, ну, чужие программы, чужие там, всё валит на генетику, как правило, всё валит на генетику. Ну, вот как? Как чужой ребёнок может быть, стать своим, быть своим? Сейчас расскажу. Ребёнок, если его позыв внутренний любить человечка, если у родителей они пришли к этому, что они уже хотят очень дарить свою любовь, то они берут ребёночка и они его обволакивают вот этой любовью, они его, можно сказать, залюбляют и постепенно нарастают совершенно новые родовые нити, чакры, ну, вернее, чакровые нити, то есть, как правило, ребёнок связан с рождения до какого-то возраста, связан с мамой на первой чакре, а потом у него серьёзные связи с папой, с мамой, после 14 лет с папой, с папой, да, и с мамой у них душевные связи очень сильные, вот, и когда даже маленького ребёночка берут, то, и вот так его залюбливают, то у него совершенно нарастают новые вот эти чакровые связи, у маленького нарастает на первой чакре связь с новой мамой, а те связи, они становятся такие пунктирные, они есть, они никуда не уходят, да, они никуда совершенно не уходят, но они такие, они ослабевают, и нам сказать, что в этом случае, ну, во-первых, это сделать непросто, так залюбить, так полюбить ребёнка, залюбить плохое слово, а вот именно искренне полюбить, безусловно, любовью малыша. Принять как своего, как разного душой. Да, принять искренне и просто изливать, что такое женская, вот, сущность женской природы, это изливать любовь, изливать любовь, и малыш растёт непростым, он, у него двойная, двойные задачи, с того рода, связи родовые, да, и с этого рода, да, у него двойные уроки, то есть ему больше трудиться придётся, чтобы проработать эти уроки и эти уроки, но у него также двойная поддержка родов, двойная сила и двойные возможности, вы знаете, вот, говорить об институте приёмного родительства очень интересно, и я могу привести собственный пример, у меня отчим, ну, как и у многих, наверное, людей, но когда я вот подключаюсь и чувствую, там, в каком я роду, там, я чувствую, что я как была в роду отца, так я и осталась в роду отца, ну, потом, конечно, в род мужа перешла, осознанно переходила, ну, то есть, я не выпрыгнула, когда меня усыновил отчим, да, удочерил отчим, я не выпрыгнула из одного рода в другой, нет, я осталась в своём роду, но что произошло, у меня появилась новая поддержка, меня род моего отчима принял, и сейчас уже я выросла, и папы уже в живых давно нету, я чувствую поддержку, как рода папы, так и рода отчима, то же самое совершенно происходит с приёмным ребёнком, то есть, смотри, Кать, получается, что дети, на наш взгляд, социума, обездоленные, которые якобы, да, на самом деле несут очень большую миссию в жизни, то есть, они, получается, имеют и двойные задачи, и двойную любовь, двойную помощь, но и, видимо, кармические, да, какие-то решения, но, впрочем, как и родители, наверное, тоже так же. Многие, да, а многих и своя, ну, всё же, понимаете, карма, карма, но многие зачастую, как правило, это детки с какими-то большими талантами и задачи, просто их, эти таланты рано губят, эти, так сказать, таланты через всякие. есть и детки с различными диагнозами тоже, это тоже получаются задачи, которые принёс ребёнок и в свою жизнь себе решить и родителям приёмным. Да, да, ну, эти задачи, как правило, решаются очень быстро. Там, ну, знаете, это всё действует как пружина. Вот, ребёнок растёт, и ему тяжело, и у него такая тяжёлая судьба, кто-то их там очень жалеет, кто-то не жалеет, кто-то ими противится там и так далее. Но это действует как пружина. Вот, сжали пружину уроки, уроки там тяжёлые проходят, а потом эта пружина, если создать условия гармонично, она разжимается, и все таланты выходят наружу. Все таланты выходят наружу. Но, знаете, вот, что такое взять приёмный ребёнок? Это взять дикобраза вот с такими иголками, с такими полуметровыми иголками, и постоянно об них колоться. А вот взять этого дикобраза, полюбить, окутать его любовью так, чтобы он вот из дикобраза превратился в котёночка такого пушистого, тоже любвеобильного, ласкового. Это непростая задача, это искреннее внутреннее желание и любовь. Это колоссальный труд получился. А ещё знаете, что сейчас есть? Институт приёмного родительства. Вот я говорила больше про усыновление, когда дети становятся своими, им дают свою фамилию, а сейчас существует институт приёмного родительства по законодательству. То есть ребёнка берут, за него вот в Москве, я лично знаю, у меня вот знакомые взяли платье 30 тысяч в месяц, он воспитывается в этой семье под своей фамилией. И вот они задают вопрос, почему он такой? Мы же ему всё, а он вот такой. Я говорю, а какая у вас истинная мотивация была, когда вы брали ребёнка? Они говорят, ну вот, мы всегда хотели, я говорю, ну у вас своих двое, в общем-то. Ну вот, мы хотели, но мы вообще готовы любить, воспитывать, но денежку дают, что там скрывать, они говорят. так вот на тонком плане, чисто энергетически вот эта денежка стоит, как стена между этими родителями и ребёнком, и не даёт. Не даёт пробиться любви, истина, безусловно. Там уже редко можно что-то делать, хотя существуют семьи, существуют семьи, где приёмных детей по 5, 10, 30, там у священников так бывает. Вот такое предназначение. Берут ребёнка, поднимают и в мир отпускают, поднимают и в мир отпускают свои задачи. Да, хорошо, Кать, вот, значит, с одним вариантом мы познакомились, как решить эту проблему, да, вот, а у меня вот есть ещё вот такой пример из жизни, вот моя подруга, которая тоже, к сожалению, не дано деток в этой жизни, пока, по крайней мере, пришла просто к такому выводу, что раз не получается, ну, значит, в этом, в этой жизни, в этом воплощении, ну, судьба такая, прожить, пройти путь без детей, там, в паре или самой, ну, значит, другие задачи в жизни, проще говоря. Это она так говорит, да? Да, как вот с этой проблемой быть, когда человек уже просто отпустил и желание, и что-то делать, ну, просто принял решение, что, значит, вот, Бог так решил, или там, жизнь так решила, судьба у меня такая, без детей. Что можно сказать таким мамочкам, папочкам? Ну, таких людей много, и встречаются они, но вот дай им ребенка своего, они его сразу примут. То есть, все-таки тут присутствует немного эгоизм, не много, а зачастую и много. Знаете, можно прожить жизнь и без пары, в общем-то, ну, одному человеку, и женщин таких, много я встречала, когда говорят, ну, не всем же вот надо в семье, и без пары. Есть осознанно отказываться от пары, от создания пары. Сейчас существуют даже такие движения, осознанно отказываться от детей, они называют себя child free, мы child free. Типа планета и так перенаселена, но я считаю, мое видение, что если мы хотим протоптаться на месте всю жизнь, то мы можем и пройти эту жизнь без пары и без детей. Что такое пара мужская, женская? Это огромный, огромное развитие. огромное восхождение пара, сложение в паре это очень тяжелый труд, но благостный. И именно в этом труде идет развитие. Ведь сохранить семью это огромный труд как для женщин, так и для мужчин. пара растет, пара развивается, пара переходит от одного этапа на другой, от одного этапа на другой, несколько этапов развития пары. А вот мужское, женское это одно развитие, а вот мужское, женское, детское это уже совершенно другое развитие. Ну, там, как правило, пара объединяется, у них там какой-то конфетно-букетный знакомство, конфетно-букетный период, дальше они там вроде как попытаются создать семью, да, решают создать семью. И вот они, если пара застревает на конфетно-букетном периоде, заметьте, может, в округе она быстро распадается, она не переходит на другой этап, а долго вести праздную жизнь не получается, вылезают там ссоры, какие-то кармические, начинаются отработки и так далее, там подобное. Дальше, второй этап, а пара все-таки переходит на другой этап, решает пожениться, создать семью, союз, и вот они решают жить в свое удовольствие, дети им пока не нужны, они там принимают решение, они думают, что они принимают это решение, хотя вряд ли, вот, и они думают, что дети им не нужны, и заметьте, кто зависает в этом периоде, то есть все тоже быстро расходится, то есть пара развивается, ей нужно переходить на следующий этап, и если она, а следующий этап это ребенок, детская, это начать провести душу, во-первых, гармонично провести душу, тоже задача не из простых, а во-вторых, начать складывать с ребенком, те пары, которые жили душа в душу, при появлении ребенка вдруг начинают ругаться, новые задачи, новые уроки, новое обучение совершенно, поэтому, ну, поэтому получается, что, в общем-то, все проблемы, которые вот нашей темы касаются, почему не переходят дети, они по большому счету надуманные, то есть, это по причине просто самих людей. Дальше мы будем спускаться ниже, и дальше будет уровень звезд, а там немного по-другому, если у творца все просто, то на звездном уровне встречаются уже побольше проблем, таких задач, почему ребенок задерживается на звезде и не хочет там вылетать, к примеру, если еще ниже спустимся в родовые задачи, то там вообще черт ногу сломит, там полно, там даже все не перечислишь, только по блокам разбивать, а если мы спустимся вообще в явный мир, почему конкретно упар, то там вообще заблудишься, совершенно заблудишься в этом, в этой ситуации. Важно понять, важно понять, что у творца все просто, бесплодия нет, дети не приходят, почему-то разбираться надо, почему. Конкретно к вам не приходят дети. по причине какой-то индивидуальной человека конкретного. Но благодарю тебя, Кать, мы с тобой запланируем все дальнейшие темы в наших дальнейших эфирах, а сейчас мы завершаем нашу программу, в следующий раз мы более подробно раскроем другие стороны этой темы, так что, уважаемые слушатели, кому эта тема оказалась близка и интересна, следите за эфиром. А сегодня прощайте. С вами были Елена Андреева и Екатерина Нагаева. Добра и мира вам и вашим семьям. До встречи. Добра и мира. До свидания. И лети ты на крылатом коне Русс, налегкие тысячи летья Русс Народное Славянское Радио Все нужно, все важно Русс Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров